Всем привет! Сегодня у нас мубанка с грузинскими хинкалями. Мы готовили их сами. Такие вот красивые и большие они у нас получились. Аджика. Острая, да? Да, здесь сметана с чесноком у нас. Хочешь всё показать? Пить будем сок. Берите тоже что-нибудь вкусненькое и смотрите ролик вместе с нами. Сегодня мы подведем итоги конкурса на 10000 подписчиков, который у нас был. Хотели мы приготовить два хинкали, но почему-то в этот раз они разварились некоторые. Даже от одного вот начинка осталась. Приступим. Они наверное еще горячие очень. Хочу сначала попробовать без соусов, без всего. Я съем начинку. В этот раз зелень положили больше. Аж в липачке. Вкусно. Ну что, объявим победителя? Объявляй. Я, если честно, не знаю даже кто это. Победила Ася Байрамова. Она у нас, по-моему, уже побеждала. Да, она уже побеждала. Она все выполнила условия конкурса. Написала на комментариях поздравляю с 10000 подписчиков. Классное видео. И указала свой инстаграм. Там были еще участники, которые набрали больше лайков, но они не указали инстаграм. Мы не смогли проверить, подписаны они на нас в инстаграм или нет. Так что, Ася. Я думаю, из-за этого вы в комментарии лайкали. То, что это был просто комментарий, я так понимаю. Так что, Ася, поздравляем тебя. Ты выиграла 500 рублей. Мы с тобой свяжемся и отправим тебе деньги. Номер твоей карты у нас уже есть. Я не помню, мы на карте скидывали или на Кьюри. Я тоже не помню. Я намажу. Чеснок здесь есть, да, в соусе? Угу. Положил одну чесночину, он очень, что-то такой, острый прям. Съел я первую хинкалю, положу ее сюда в сторону. Ммм, смотри здесь, что есть. Угу. Начинка. С аджикой тоже очень вкусно. Аджика острая, да? Огурочки нарезали. Я попробую вот этот вот фарш. Хотели соусы поставить по центру, но они у нас пока не помещаются. Придется нам друг к другу тянуться. Я в этот раз хотела положить больше бульона. У тебя даже нос в сметане. Съем я еще одну такую. Вот она тоже у нас разварилась. Остальные вроде все целые, да, здесь? Угу. Я ее сейчас тоже съем сразу. Ужики голодная. Хотя в обед ею я. Попки уберем. Очень сочная начинка у хинкали получается. Из-за зелени и вот то, что там. Бульончик. Бульончик, да. Попробую со сметаной. Сметана, кстати, тоже приятный такой вкус получается. Обожаю тихенько, да? Мы их сколько? Один или два раза уже готовили? Может быть, три. Этот, что ли, взятелен? Некоторые. А, нет, не порванный. Бульон вытекает. Ты пей, пей его, а то сейчас будут писать там. Самые драгоценные. Угу. Ну что, хочу передать приветы. Разделю приветы на два раза, чтобы не задерживать. Так, привет передаю. Аиша Сатаровой, тебе большой привет. Всем вам большой привет. Кого не назвала, извините, пожалуйста. Все приветы не умещаются. Будут в следующем видео. Я также присоединяюсь ко всему сказанному, что там Снежанка ему привет передала. Кстати, да, я смотрел комментарии. Многие просили передать там приветы. Это я половину еще выписала от начала комментариев. А там еще столько было. Ммм, опять тебя спачкалось. Да? Наверное. Так быстро хочешь съесть? У нас сметаня. Нет, я поднимаю его, и он у меня пачкает. Я второй ем. В этот раз намного больше, да, хиткалии получились размером прям такие большие. И в этот раз я положила меньше соли. Чувствуешь? Ну, может быть, да, чуть-чуть. Но с сметаной, вот с аджикой мне хорошо. Ммм, аджика так вкусно. Я, кстати, не так много соли ем. Кто так же, как и я, пишите комментарии. Прочитаю первый вопрос. Задает его Анастасия Пахомова. Легко ли вы находитесь общий язык с чужими людьми? Мне кажется, я более замкнутый человек. И для меня новые люди... Вот, мне кажется, я нелегко нахожу язык. Ну, ты вот даже если по работе, ты же с людьми работаешь часто, сталкиваешься. Ну, если да, просто поддерживать разговор, а если делиться чем-то сокровенным, так, то нет. А ты? Что нету чаще? Я сейчас ем. Такое возьмем. Как я себя вижу и со стороны, и так, то, что я более такой молчаливый, мне кажется, вот даже в компании или где, и с людьми. Ну, в принципе, мне, например, найти общий язык, как я считаю, несложно. Но так вообще в жизни я, мне кажется, не такой активный собеседник. И также второй вопрос от Анастасии. Какие черты людей вас больше всего привлекают и наоборот? Безумно интересно вас смотреть. Заранее спасибо за ответ. Спасибо за вопросы. Какие черты привлекают и отталкивают? Не люблю злых людей. Да, есть люди, кстати, агрессивные, да? Агрессивные, злые, которые в любой ситуации все воспринимают в штыки. Такие вот люди тоже не нравятся. Не нравятся, которые люди обманывают, врут. А наоборот, если в противоположный характер, то что какие привлекают? То это люди добрые, открытые, честные. У меня еще я в людях, я всегда замечаю, любят ли они животных или нет. Потому что я очень люблю животных. Да, и сразу видно добрых человек, которыми... Потому что для меня, если человек может там обидеть кошку, ударить... То есть с людьми, скорее всего, он поступит так же. Мне кажется, кошатница. Можно салфетку? Мы тут на улице, я рассказывала, да, эту ситуацию, что чуть третьего кота не завели. Кость даже на котенка не смотрел. Мне кажется, он не смотрел, чтобы не сдержаться и не взять. Не сдержаться. Ммм, какая острая аджика. Кстати, давно не покупали аджик. Совсем недавно я ее купил. Очень вкусно. Я раньше аджику никогда не ела с чем-то. Она очень вкусная, кстати. Острая, но не настолько ее можно спокойно есть. Да. Представляю следующий вопрос. Давай. Он больше ко мне. К Ахмеду задает вопрос. Привет, Снежан, скажи, пожалуйста, ты хочешь солярий? Раньше ходила летом. В этом году, если вспомнить. В этом году еще ни разу не ходила. Но хочу. Хочешь? Угу. Про солярий ничего вредного сказать не могу, если ходить с него. Немного. Еще возьму. Я уже съел. Раз, два, три, четыре, пять штук я уже съел. Все, что ты пицеллась? Бери. Ты пять съел, я три. Пока ты там вопросы читаешь, передаешь приветы, я тут ем, ем. Мне кажется, мы бы двадцать штук не съели. Они очень огромные. Ну, тут пятнадцать всего. Думаю, я пять еще съел. Вот эти вот четыре я легко съем, это точно. Четыре у меня забирай все. Нет, я говорю, если бы четыре. А у нас там на кухне еще остались те, которые уже сварились. Мы их не стали выставлять. Пропить картинку не стали. Эти вот очень красивые. Кстати, вот вопрос про солярий. Я ни разу не был в солярии. Ты ни разу? Нет. Мне кажется, парень-то и не ходит особо в солярии. Ходит. Когда я ходила в солярии, я видела про ней. Ну, я вот не был. Нет, это же, смотри, чем. В чем плюс? Сходил в солярии перед летом несколько раз, да? Потом пойдешь на пляж, и уже так сильно не обгоришь. С моей белой кожей, кстати. Угу. У нас с одного раза загорает. И становлюсь красной. Да. Следующий вопрос задает Анастасия Третьякова. Снежан, скажи, пожалуйста, в следующем видео, что кушают ваши кошечки домашнюю еду или корм? Если корм, то какой? И долго ли вы приучали их к лотку? Про лоток сразу отвечу, что приучала кошка. Мне кажется, кошки этому учат котят. Поэтому не стоит забирать рано котят у кошек. Да, у нас проблем с этим нет. Угу. Про корм мы пури наберем. Они просто к ней привыкли. Может быть, и стоит какой-нибудь другой корм, даже смотреть. Но мы покупаем, пусть попал корм, который больше мяса. Они его не воспринимают. Они в дешевые кармане, вот эти вискосы тоже совсем не едят. Он может у них целую неделю стоять в миске, они даже к нему не притронутся. В основном, да, это сухой корм. Сухой и мясо. Курицу они очень любят. Мы если готовим курицу, когда мы её обязательно с ними делимся. Да, и в сыром виде. Но про сырое мясо не сказали, что надо обдавать его кипяточком. Также рыбу они ещё очень летят. А вот говядину, свинину... Рыбу красную ты имел в виду. Да и любую. И красную. Солёную они точно не будут. Ты давай кушай. А то я сейчас всё съем. Елась четыре штуки, ну просто огромные. Да, вот смотрите, какие они большие. То, что пишете про Костю, то что... Ну это, мне кажется, пишет очень мало количества человек. Кто это? Что это про меня пишут? Что жалко еду. Когда читали такие комментарии, мне прям смешно. Просто если бы вы знали Костю, вы не вот это хорошо знали, никогда бы так не сказали. А для меня Костя... Что, из-за один из добрейших человек, которых я знаю? Смотри, сколько сока. Видишь? Угу. Я могу считать, например, сколько она есть, смотреть, но мне не жалко для неё вообще ничего. Если даже считать, то у нас в дом еда излежит. Он мне всегда всё оставляет. Ещё спрашивали, какой комментарий больше всего, если Хэйта вас обидел. Меня на себя комментарии, если честно, даже не задевают. Я смеюсь. А когда пишут про Костю, мне как-то неприятно становится. Мне наоборот. Когда про меня пишут, мне без разницы. Да? Да. А жука такая вкусная. Вообще, да? Вкуснятина. А я смотрела на неё в холодильнике. Ты давно её купил? Ну, недельку точно. Не брала? Я беру хинкалию и за 2 секунды я её съедаю. Не знаю, как это она такая большая, и у меня так быстро пропадает. Я их ем и ем как семечки. Ну, ёлыша. 7 штук я уже съел. И кто-то из подписчиков написал правильно, что мужчина ест больше, и его порция больше. Не помню, кто это написал. Ну, даже если по весу сравнивать, то моему организму требуется больше еды, как я считаю. Ой, осталось ещё 2 штучки всего, да? Смотри, сейчас я её раз, два и съел. С аджикой так это вообще... Бомба. Бомба или бомба. Аджика это тоже грузинская приправа, или как она называется? Даже не знаю. Напишите, кто знает. Пишите в комментариях, да, кто знает. Если честно, я сомневаюсь. Также на зерке задала вопрос. Я когда читала, вас ограбили? Ограбили тебя есть, наверное? Мне кажется, нет. Мне как-то обувь украли из раздевалки. Ну, это считается, нет? Меня один раз в гараже украли там инструмент. Я эту ситуацию вспомнила, да? Это было где-то года 3-4 назад. Залезли в гараж. Украли там инструмент различный. Ну и всё, наверное, в моей жизни. А так по мелочи, может, я что-то терял, может, что-то у меня воровали, я даже сейчас уже и не помню. Очень острая аджика, вкусная. У меня ситуация была перед свадьбой. Сколько много. Мы поехали в Макдональдс. Я забыла там сумку. У меня в сумке был паспорт. А я это уже вспомнила, когда в торговый центр зашли. А Макдональдс рядом в торговом центре. Другой? Другой я имею в торговый центр. Но Макдональдс просто отдельный стоял. А, отдельный на улице? Угу. В Ульяновске это было. Не помню сразу, я кость спрашивала, где у меня сумка. Он говорит, я не знаю. Я возвращаюсь обратно. И так сплылась. Сумка лежит, прикиньте, никто не делал. Да, ну сколько прошло? Минут 5-10 спрашиваю, наверное. Я очень делал. С народу там много было. Ну, сами, наверное, знаете, сколько вы в Макдональдсе все народа. Тем более летом. Удивительно, да, что никто не тронул. Повезло. Я сомневаюсь, что мне кто-то паспорта перед свадьбой передал, в Макдональдсе. Вот так вот мы съели все хинкали. Сейчас я еще раз посчитаю. Можешь? Я, по-моему, 8. Нет, кушай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук я съел. Ну, ты возьми сметану, вот она такая выстрая. Шестая у меня. Не съел будешь там Снежина. 20 штук бы мы не съели. Я съел. Сейчас видео заканчивается. Костя идет на кухню, сейчас тебе иди взять. Ну что, я 8 съел, у меня осталось 2 штучки. Но я бы даже, если ты съел, вот я бы еще 4 точно съел. Я бы выиграл. Ну, это само собой. Мы все съели. Объелась, если честно. Незаметно и легко для меня это было. Хотим еще раз поздравить Асю с победой. Поздравляем, ты большая молодец, набрала 20 с чем-то лайков, да? И уже второй раз, да. Стараешься. Будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте также подписываться на наш канал, ставить колокольчик, лайки, писать комментарии. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok